то что работает даже в 2024 году с процессорами 8000 g замена под крышкой термопасты которая там была на жидкий металл снизила температуру просто невероятным образом шалость удалась мощные мини пк бывают совсем маленькими и вот такими чуть чуть побольше но гораздо производительный собрать вот такой полноценный системник сейчас может каждый главное правильно подобрать материнку корпус процессор и победить охлаждение и это будет совершенно другой уровень мощность легендарного ryzen 5 7 500 f только еще со встроенной графикой которая заткнет за пояс даже rodeon 780m из этих дорогих мелких компьютеров и ноутбуков из китая при этом здесь есть все и разгон и апгрейд на будущее и самое главное адекватный ценник сегодня я расскажу вам как собрать похожее устройство самому на чем можно попробовать сэкономить а чего делать вообще не стоит что 8600 g с разогнанной встройкой может как его охладить и при этом в процессе сборки и настройки ничего не убить я через это все прошел занимался и колхозингом и ремонтом и в конечном счете скальпировал процессор нанес под крышку жидкий металл этого уже разогнанного малыша мы разыграем среди наших подписчиков telegram об этом я еще напомню в конце подписывайтесь на наши соцсети получаете контент в широком диапазоне на связи мк меня зовут михаил крошин собираем топовый мини компьютер под себя когда нужно что-то найти по картинке я давно пользуюсь яндексом я думаю вы тоже недавно яндекс добавил нейро в умную камеру в приложении яндекс с алисой к примеру вот мини компьютер который мы собрали нейро не просто нашел что это за корпус он кратко описал всю информацию по нему данные по высоте кулера разъемом мощности блока питания и подкинул несколько ссылок на покупку или вот например многие интересуются что за тепловизор мы используем умная камера с нейро моментально определила что это p2 pro скинула все ттх сайт производителя магазины и обзор на а xbt алгоритмы теперь легко определяют нужный объект из запроса и дают точные ответы на вопросы пользователей нейро пользователи могут не только узнать где приобрести нужную вещь но и точно указать важные параметры будь тот свет нового гаджета или форма стильного предмета интерьера скачивайте приложение яндекс с алисой и пользуйтесь поиском с нейро ведь это удобно сборка компактного системника это всегда нюансы и компромиссы для начала нужно выбрать процессор у intel а камни с мощной встройкой есть только в мобильном исполнении поэтому синие сразу пропускаем у md не так давно вышла 8000 g серия процессоров про которую мы рассказывали 7 месяцев назад тогда это было слишком дорого и мы не советовали их сразу же брать и немножко подождать младшие 8300 g и 8500 g это вообще странные камни задорого с разношерстными ядрами и кастрированной графикой radeon 740m это что-то нишевое для oem сборок старшие 8600 g и 8700 g уже интереснее и вот тут нужно определиться сэкономить и взять 6 ядерник с восьми блочной radeon 760 m или доплатить за 8 ядер и 12-блочную 780 m казалось бы если у нас компактный корпус без видеокарты нужно брать флагман но тут всплывает сразу же две проблемы во первых топовый восьмиядерник до сих пор стоит каких-то нереальных денег за него сейчас просят по 30 тысяч рублей 8600 g обойдется в полтора раза дешевле поэтому остро встает вопрос доплаты 10 тысяч за пару лишних ядер и более быструю графику на самом деле 780 m быстрее 760 m на 50 процентов только на бумаге на практике современным стройкам катастрофически не хватает нормальной видеопамяти даже лучшая ddr5 на ряженках упирается в 80 100 гигабайт в секунду на узкой шине с конскими задержками у недорогих дискретных карт память в разы быстрее поэтому нет никакого смысла переплачивать за более дорогую графику в 8700 g дополнительные вычислительные блоки на практике увеличивают fps лишь на 10 20 процентов качественно это тот же уровень во вторых главная проблема таких маленьких коробочек теплоотвод даже 100 ватт в компактном корпусе это много а значит лишние два ядра да еще и без припоя под крышкой будут только мешать буститься графики и вызовут дополнительные сложности с нагревом поэтому мы решили взять более дешевые 6 ядерный 8600 g и просто разогнать ему в стройку с процессором разобрались переходим к плате компактные mini itx доски всегда были дорогими но на а м5 это вообще просто космос за самую простую плату от гигабайт на 620 придется отдать минимум 15 тысяч рублей бренды на b650 обойдутся в 20 а то и 40 тысяч но выход есть сейчас полно вот таких джин джуя night devil с радиаторами на b650 чипсете цена колеблется в районе 10 13 тысяч рублей их продают массово и на алики и на авито и по факту это самая доступная мини доска которая есть на рынке правда за экономию пришлось многим заплатить но не будем забегать вперед сначала давайте поговорим про оперативную память тут тоже есть свои нюансы на десктопных райзен нет никакого смысла брать озу быстрее 6400 мегагерц это заставит процессор включить вторую передачу что сильно увеличит задержки негативно скажется на производительности но вот g серия особенно здесь нет чиплетов это мобильный монолитный кристалл и раз упор во встроенную графику то на первое место выходит частота памяти идеал конечно 8000 мегагерц но такая оперативка стоит как крыло от суперджета у меня набор из двух модулей по 16 гигабайт от team group t force delta на частоте 7000 мегагерц и да избегайте плашек на 8 гигабайт случае с ddr5 они не смогут выдать полноценную производительность и снизит fps на 10 процентов мы это уже проверяли на ssd заострять внимание нет никакого смысла в любой накопитель тут вопрос только в емкости и цене а вот к выбору корпуса блока питания и охлаждения нужно подойти особо ответственно здесь есть два стула первый это компактные sff корпуса и sfx блоки питания из плюсов получится утрамбовать внутрь компактную видеокарту и более-менее производительный кулер из минусов это уже не совсем мини-пк получится балалайка объемом под 10 литров размером даже больше консоли типа playstation pro второй стул вот такие готовые супер слимы из плюсов уже встроенный блок питания и как видите компактные размеры объем таких ящиков около пяти литров это больше китайских мини-ков но гораздо меньше обычных системников из минусов про дискретную графику можно сразу забыть как и про установку нормального кулера об этом мы еще поговорим нужен корпус с блоком питания хотя бы на сотню ватт по 12 вольтовой линии вариантов много из топ жира есть инвин чопин с бронзой на 150 ватт за 12000 но можно найти его китайский клон виолин от game max почти вдвое дешевле за 7000 рублей с блоком питания на 180 ватт который на деле по 12 вольтовой линии выдает только 120 бронзовый сертификат есть для нашего 8 600 g этого хватит с запасом кроха весит меньше двух килограмм из приятных бонусов есть usb-c на передней панели в отличие от инвинов красивая подсветочка и кнопка включению сбоку которая поставлена так что при попытке подвинуть вертикально стоящий пк он обязательно отключится есть куда спрятать кабели металл не из фольги в общем собран добротно максимальная высота кулера 43 миллиметра и это тот случай когда размер имеет значение настолько тонкие top flow кулеры можно буквально пересчитать по пальцам одной руки такие кульки на наш рынок массово везет айди кулинг в местном магазине я нашел аэс 30 и всего 30 миллиметров толщины 4 теплотропки и аж 100 ватт тдп так написано в ттх даже если в теории все должно заработать на практике вы точно столкнетесь с проблемами и я не называю проблемой вот это все запихнуть в корпус тут главное правильно выбрать размеры и не применять силу иначе вы сломаете все еще до того как нажмете кнопку включения как ни странно сам процесс утрамбовки комплектующих прошел штатно материнка влезла кулер тоже провода получилась расфасовать по углам и крышка закрылась в моем случае веселье началось после включения плата напомнила почему она так дешево стоит вытаскивать свежий bios официального тормозящего сайта пришлось через панели разработчика он сначала просто не грузил кнопку скачивания bios лучше накатить свежий делать это через if i show винду зят нику непривычно и самое главное вовремя вытащить иначе плата будет радостно шить его по кругу но это все цветочки не думайте что я придираюсь к платье она со своей задачей справилась но некоторые моменты все же лучше знать даже на дешманской материнке msi a 620 память сама поехала на 7000 мегагерц джи гин джуя на xmp круто кстати что он вообще работает сказала и после танцев с бубном удалось стабильно завести память только на 6600 с 34 таймингами плата стартует и на 7200 можно даже провести тест аиды но шалость работает до первого ребута дальше только сбрасывать bios и настраивать все по новой конечно лучше раскочегарить козу за всем гигагерц встроенная графика за это скажет спасибо но для этого нужна брендовая материнка по двойной цене кому нужно выжать и железом максимум лёха гиркон оказывает такие услуги скажите что от мк сделает вам скидку и удаленно вашими же руками все настроят так что итоговые 70 гигабайт на чтение и 100 на запись при задержке в 65 наносекунд не предел мечтаний но это куда быстрее стоковый ddr5 в готовых китайских миниках с radeon 780 m а значит графика будет шуршать бодрей чудо не произошло плата стоит в два раза дешевле брендов а значит китайцы сэкономили на всем что можно и нельзя 6 слоев текстолита дешманский аудио чип бэушные шинки из старых видеокарт танцы с бубном при ручном выставлении таймингов и напряжений иероглифы в биосе и полное отсутствие драйверов на официальном сайте все по заветам дядюшки ляо если хочешь дешево бери но проверяй если вы очень экономный и будете брать себе вот такую доску просто вспомните про эти нюансы и не переплачивайте за высокочастотную память для нашей графики и этого будет достаточно разгон видеоядра тоже доступен из радиона 760 m удалось выжать 3 200 мегагерц при напряжении в 1 и 2 вольта в таком режиме графика стабильно отработала полчаса в игровом тесте супер позишена этот бенчмарк сильно грузит озу которая выступает видео памятью для нашей графики но никакого криминала по нагреву нет модули памяти прогрелись до 65 градусов что для ddr5 нормально курва андервольтинг тоже на месте минус 30 по всем ядрам дата порно но наш 8600g стабильно проходит сайн бенч но как видите тут о себе напомнил кулер да мы уже привыкли к тому что производители нагло врут про tdp никто не ждал что такая кроха весом в 250 грамм отведет сотню ватт но у этого бруска алюминия проблемы даже с 50 ваттным процессором надо было конечно это предугадать в сайне чип быстро скидывает частоту на полтора гигагерца в киберпанке за полминуты теста температура взлетела выше 95 градусов и плата аварийно ребутнула систему конечно можно поставить лимит на 90 градусов но такие проблемы даже в играх это не дело тем более у корпуса еще есть запас по высоте в полтора сантиметра обыскав весь остров калининград я нашел более производительный кулек айди кулинг а с 40 x 3 версии он уже помассивнее и имеет высоту в 45 миллиметров видимо у китайцев линейки тоже с алиэкспресса потому что в корпус с ограничением 43 миллиметра этот кулер 45 миллиметров влез без проблем и даже осталось еще немного места в запасе и на этом все смысле совсем все после смены кулька миник просто перестал включаться сначала я подумал на блок питания но попытка запитать доску от двух других и сброс биоса ни к чему не привели материнка вообще никак не реагировала на замыкание контактов значит я где-то что-то сломал подписчики нашей телеги уже знают в чем оказалась проблема когда вы очень ограничены в пространстве запихивая крошечную материнскую плату в компактный корпус с кучей выпирающих креплений можете легко сбить парочку важных smd-шек в моем случае я сорвал обвязку шинки оперативной памяти пришлось ехать к мастеру который полчаса подбирал необходимый конденсатор и резистор и феном возвращал их на место так что если будете собирать себе похожую систему очень аккуратно ставьте материнскую плату шанс повредить доску крайне велик сборка и настройка этого системника заняла у меня трое суток вместе с поиском заниженных кульков по всему городу и ремонтом после моих кривых рук теперь наконец-то можно хорошенечко его прогреть в рабочих задачах начнем по классике с cpu-z здесь никаких нюансов полноценные 6 ядер зен 4 с бустом в 5 гигагерц и 16 мегабайтами кэша 3 уровня в быстром встроенном бенче процессор выбивает 5 500 попугаев нормальный уровень для 8 600 g это сравнимо со старым флагманом 9900 кей а вот cinebencher 23 быстро вскрыл главную проблему g серии процессоров терможвачка под крышкой показателю тдп в 40 ватт от китайской платы тут верить не стоит но вот упавшая на 20 процентов частота за 10 минут теста красноречиво говорит о проблемах с отводом тепла даже если выкинуть этот низкопрофильный кулек и поставить сверху здоровенную башню да я знаю это глупо но нужно узнать пределы даже с таким мощным охлаждением 8 600 g мигом взлетает до 90 градусов при этом из верхней решетки поднимается горячий воздух значит пришло время как мы любим колхозить и чё 4 у меня на модной черной изоленте подключенный через переходник на плате место в корпусе под них сверху хватило да откуда ты пищишь потратив час на борьбу с корпусными комарами от лезущие вентиляторы то изоленты то проводов удалось сбить от силы градус другой в играх а в сайне в любом случае 95 градусов и троттлинг так что большого смысла в них я вообще не вижу шума от микро карлсонов гораздо больше чем пользы пора переходить кардинальным мерам раз amd в не чиплетных процессорах сэкономила на припой нужно снять скальп и нанести жидкий металл признаюсь честно для меня это был первый опыт но это единственное разумное решение конечно сопряженное с большими рисками но оно того стоит крышка у новых райзенов держится на честном слове инженеры пожалели герметика и нанесли его точечно по краям поэтому в скальпирование 8 600 же 8 700 же нет ничего сложного мне кажется можно было даже не греть лезвием по кругу срезаем герметик с каждой стойки из одного края слегка приподнимаем после чего крышка легко отклеится надеюсь мы не зацепили ничего главное не пихать нож слишком глубоко рядом с кристаллом есть множество конденсаторов которые можно срезать дальше дело техники нужно соскоблить остатки старого герметика покрыть лаком конденсаторы чтобы жидкий металл который проводит ток их не замкнул лучше пройтись тщательно потом мало ли брызнет ну и наконец втереть т-1000 в кристалл и крышку штука это имеет консистенцию ртути но с помощью терпения и палочки для ушей ее можно размазать тонким слоем остается аккуратно разместить голенький процессор в сокете нанести герметик на края крышки приложить ее на глаз и прижать все это дело зажимной скобой в общем снимается крышка восьмитысячных райзенов в отличие от старых интелов совсем не сложно я справился минут за 20 я думаю что вы уже поняли что этот риск прошел не напрасно больше никакого троттлинга и просадок частоты в cinebench r23 процессор скинул почти 10 градусов на том же мелком кульке без колхозных вентиляторов и при дополнительном бусте в 700 мегагерц после этого у меня остается лишь один вопрос к инженерам amd что за шпаклевку вы намазали под крышку кстати это же относится в том числе cryzen 8 400 f и 8 700 f если вы хотите сэкономить и купить эти процессоры готовьтесь к высоким температурам из коробки все дальнейшие тесты я проведу уже на скальпированном процессоре ну или если хотите на очень мощном охлаждении просто держите в уме тот факт что с термопастой под крышкой частоты могут снижаться на 10 20 процентов то есть потеряется вплоть до пятой части производительности ну и разумеется без скальпирования я проведу тесты в играх там температуры были в пределах нормы итоговый результат сайна после скальпирования 14 тысяч попугаев то же самое что было с огромным башенным кулером это около нормы для 8 600 g в более новом и долгом cinebench r24 6 ядерная ряженка набрала 850 баллов вообще на 15 процентов выше чем получилось у других обзорщиков спасибо андервольтингу и жидкому металлу правда все это меркнет перед лицом мобильных восьмиядерных ряженок на той же архитектуре они легко выдают в сайне под 18 тысяч попугаев но с другой стороны куда девать такую мощь со встройкой для 7 zip быстрая подсистема памяти важнее ядер и их кэша процессор выбивает 95 гипсов аккуратно уровне шестиядерного райзен 5 7500 f на той же архитектуре и с той же чистотой мобильный восьмиядерник на зен-4 снова оказывается на 10 процентов быстрее против четырех лишних потоков тут не поспоришь в многогранном тесте geekbench 6 процессор выбивает 2700 баллов в однопотоке и 12 с половиной тысяч в многопотоке результат опять же на уровне народного 7500 f пасмарк тоже не обделил 8 600 g попугаями 26 тысяч столько же набирает 7500 f и на 20 процентов быстрее 14 ядерного мутанта из прошлого ролика народный 12400 ощутимо отстал архитектура зен-4 зверь ну и переходим к самому главному графике особенно интересен 3d mark time spy который проверяет производительность видеокарты в идеально вылизанных тестах разогнанная до 3200 мегагерц радеон 760 m в паре с быстрой оперативкой выбило почти три тысячи очков это на 15 процентов быстрее сток версии и мобильный радеон 780 m скоростная оперативка отлично помогает более слабой встройке для сравнения старая народная gtx 1050 ti набирает 2400 попугаев а легендарная 1060 уже 4200 так что не стоит ждать от встройки прям рекордов производительности в современных играх но разумеется поиграть комфортно возможно даже в тяжелые проекты без скальпирования в киберпанке на низких настройках графики с fsr в качестве 760 m выдает в среднем 57 fps по бенчу не смотрите на автоматический fsr это старый бак игры перед тестом я точно выставил апскейлер на качество потребление 8600 g доходит до 55 ватта температура до 85 градусов многовато но совершенно не критично ноутбуки греются еще больше а у нас тут компактный корпус и встройка под разгоном бешеного снижения температуры от жидкого металла как в рабочих задачах тут ожидать не стоит но тем не менее бустанутый при помощи т-1000 шестиядерник становится холоднее в среднем на 5 градусов на результат теста это никак не влияет троттлинга нет и с майонезом под крышкой поэтому на выходе получается те же 57 fps для сравнения готовый китайский миник от минис форум с восьмиядерным райзен 7840 hs и полноценной 780 m выдал 53 fps то есть разгон более старой встройки вместе с быстрой оперативкой позволил ей обогнать топовую графику в линейке при желании можно подтянуться до средних настроек в таком случае кадры по бенчу падают до 50 картинка становится немного приятнее играть все еще комфортно при реальной езде по городу fps держится около 45 процессор бустит до максимальных 5 гигагерц встройка железобетона выдает 3200 суровые закаленные фризами игроки могут даже попробовать включить трассировку полюбоваться красивыми отражениями на минимальных настройках графики с выставленным fsr на качество и генератором кадров можно при 40 кадрах по бенчу но не обманывайтесь честный fps здесь всего 20 импут лаг дичайший и играть в таком режиме будет уже неприятно и до 365 мегабайт видеопамяти это не бака фича объем зарезервированный под видеокарту памяти можно установить хоть 4 гигабайта выбрав bios профиль ума game optimized но на fps это никак не скажется карта в любом случае возьмет из оперативки столько сколько ей нужно в отлично оптимизированную пятую фарзу можно залететь даже на высоких настройках графики full hd без fsr в таком случае кадры по бенчу доходят до 70 и это на 15 процентов выше чем у миника 780 m по частотам снова все отлично процессор близок 5 гигагерцом стройка стабильно держит 3200 потребление 8600 g на несколько ватт ниже чем в жористом кибербаге а вот более новая forza motorsport разгон графики до 3200 не оценила крашнув драйвер и это при том что radeon 760 m на такой частоте полчаса стабильно тарабанила в супер позишен и тяжелом киберпанке так что если хотите проверить карту на стабильность запускайте все тяжелые игры подряд иного пути нет попытка поднять напругу до 1.3 стабильность не вернула поэтому пришлось откатиться на частоту 3150 мегагерц даже в теории это потеря всего полторы процента есть и второй вариант снятие скальпа под жидким металлом процессор греется на 10 градусов ниже а значит коридор стабильности шире в таком случае никаких вылетов на 3200 нет хотя разница с три 150 конечно на уровне погрешности в любом случае свежая фарза на высоких настройках графики full hd выдает почти 40 кадров по встроенному бенчмарку играть так в гонку не особо комфортно поэтому имеет смысл сбросить настройки до низких при этом fps подрастает до 50 по картинка остается достаточно красивой получить свою дозу солнца в сумраке осени можно в тропическом far cry 6 который умудрился выдать на средних настройках графики full hd под 80 fps в бенчмарке удивительно но миник с регионом 780 тем оказался в полтора раза позади его отрисовав лишь 45 кадров вот что значит быстрая память и разгон gpu поэтому я рискнул и включил трассировку все-таки игра amd шная и достаточно старая и 7600м не подвела на том же самом среднем пресете с полной трассировкой можно получить 55 fps абсолютно играбельный результат с отличной картинкой раз 760м сдюжило трассировку самое время попробовать симулятор обезьяны с палкой в уконг даже на минимальных настройках графики красивая игра спасибо продвинутому эндрил энджин 5 с fsr на 67 процентов это режим качества можно получить 43 fps в бенчмарке результат на грани играбельности но всегда можно сдвинуть ползунок динамического разрешения влево за одно в уконга можно назвать первой настоящий next-gen игрой мы дожили до эпохи когда свежий проект вообще не понимает что такое 512 мегабайт видеопамяти для него это все равно что 0 а вот бог войны стал следующей игрой по которую запнулся разгон графики пришлось скинуть еще 50 мегагерц на 3100 там вылетов больше не было и опять смена термоинтерфейса на жидкий металл под крышкой решила все проблемы и стабильность на 3200 вернулась хотя разницу в 3 процента частоты на живом геймплей не заметишь в любом случае поиграть в новые приключения кратоса под снегом можно на стабильных 60 плюс fps с низкими настройками графики и fsr в качестве график фрейм тайма идеально ровный частоты максимальные потребление ниже 50 ватт в общем отличная оптимизация и комфортный геймплей при желании можно поднять графику до среднего пресета картинка станет еще шикарней но кадры в бою шлепнуться до 40 так играть уже не комфортно но вполне реально релиз консольный и заточен вообще под 30 fps пришло время ужасов новый старый silent hill 2 на встроенной графике на удивление свежий проект на пятом анреле который кладет на лопатке rtx 4090 в 4к не стал камнем преткновения для слабой видеокарты выставив минималки full hd с fsr на производительность можно разглядеть макро кота который за всех сил старается скрыть от вас мыло реального рендеринга в 540p а над головой героя хорошо видны артефакты расшакаленной картинки но можно рассчитывать на 40 50 fps в первых локациях качество картинки конечно посредственное но пройти так игру получится без проблем silent hill на удивление слабо нагружает процессор от простоя он временами проваливается до 3 гигагерц потребление тоже смешное всего 45 ватт из-за чего нагрев прыгает около 80 градусов даже с дохлым кульком и термопастой под крышкой кривой порт одних из нас одна из самых процессорозависимых игр современности в ней самодельный миник не выдержал даже долгое кэширование шейдеров перегрелся и крашнул систему так что если хочется добиться стабильности без скальпирования или огромной башни придется лезть в bios и ставить лимит температуры на 90 градусов но если намазать жидкий металл под крышку температура при кэшировании шейдеров поднялась только до 88 градусов при потреблении в 60 ватт так что скальпирование в данном случае это гарант стабильной работы системы как видите на низких настройках с fsr в качестве можно получить около 50 fps в красивой лесной локации процессор нагружается на половину и без проблем удерживает максимальную частоту в 5 гигагерц графика тоже бустится на полную при этом потребление составила 50 ватт с нагревом около 80 градусов с дефолтным термоинтерфейсом для сравнения китайский миник на 780 м в другой более простой локации со схожими настройками выдал около 40 45 fps так что и здесь разогнанная 760 м впереди еще один красный проект doom eternal на средних настройках графики можно крошить адских монстров при 60 80 fps в таком режиме максимально комфортный геймплей потребление прыгает около 50 до перегрева далеко если очень хочется можно попробовать включить трассировку в таком случае кадры падают почти вдвое и стрелять в пиксель на 30 40 fps уже некомфортно возможность прикоснуться к трипл эй хитам это хорошо но чаще всего такие процессоры с быстрой встроенной графикой берут для киберспорта и тут у раскочегаренной 760 м вообще никаких проблем для доты full hd на максимальных настройках графики можно смело брать быстрый монитор стройка легко отрисовывает сотню кадров миник на 780 м выдал такой же результат это неудивительно у игры упор не в графику а в один поток процессора производительность которого у обоих одинаковая pubg в последнее время ощутимо потяжелел и даже на средних настройках графики full hd можно рассчитывать только на 40 50 кадров при активных действиях что маловато для командного шутера зашакалив настройки графики до низкого уровня можно выиграть еще около 10 fps так уже приятнее а вот переключаться в direct x 11 смысла нет кадры держатся на том же уровне в любом случае процессоры графика отрабатывают на все 100 на максимальных частотах зато второй counter strike на средних настройках графики cfsr в качестве играется идеально в бенчмарке кадры почти всегда за сотню можно замахнуться на быстрый монитор на радость киберспортсменам при желании можно подняться и до высокого пресета графики но в таком случае кадры будут падать ниже 60 а для быстрого шутана это уже критично ну и конечно же мир танков вот кто кто а картошка всегда радовала отличной оптимизацией разогнанная 760 м легко выдает сотню fps на высоких настройках в hd клиенте даже уже как-то непривычно видеть такую красивую картинку в танках никаких проблем со стабильностью ровный фреймрейт максимальные частоты при нагреве ниже 85 градусов и это с термопастой в общем винить в поражении придется или пинг ну или команду при этом китайский миник на 780 м отстал на треть что еще раз говорит о важности разгона озу системах со встроенной графикой игры это хорошо но многие собирают компактные пока под рабочие задачи в таком случае стоит сразу же залезть bios и выделить стройке 4 гигабайта памяти новый блендер вообще отказывается рендерить на карте с объемом в 512 мегабайт хип ускорения на радионах 760 м со свежей архитектурой rdna 3 работает корректно красивую сцену средневековой гавани можно отрисовать за 18 минут с полным упором видеокарту для сравнения майнинговые gtx 1060 и 1080 ти справились с этой задачей за 10 с половиной минут а 1650 оказалось быстрее вдвое все-таки красная встройка не лучший кандидат на работу в блендере но при желании рендерить простые модельки можно без проблем адоб премьер тоже не отказался от сотрудничества с 8600 g шестиядерник справился с нашим тестовым трехминутным 4к роликом за 11 с половиной минут тот же результат что и на райзен 7500 f ну и с фотошопом все и так понятно увидеть тормоза на zen 4 при 5 гигагерцах нереально спустя неделю тестов и 300 гигабайт записанных роликов ну поездку в сервис скальпирование процессора я могу смело утверждать что эксперимент определенно удался плата конечно китай бабай но 6 600 по памяти на xmp выжить получилось и все необходимые настройки по андервольтингу и разгону в bios есть а вот этот трехсантиметровый кулек неудачная шутка от айди кулинга никакие 100 ватт он никогда в жизни не отведет его предел всякие пеньки core i3 его более полная версия смогла удержать в играх 85 градусов так что если вы не планируете серьезно работать вот за таким миником можно не вскрывать процессор но неужели было так сложно использовать нормальный припой под крышкой замена этих комков на жидкий металл снизила температуру в тяжелых тестах сразу же на 10 градусов при этом с бустом до 5 гигагерц так еще сам компьютер стал намного тише если от миника требуется максимальная производительность процессора стабильный разгон стройки и в стабильный андервольтинг ну и тишина выхода нет или ставьте башню но это будет смотреться слегка странно или втирайте в чип жидкий металл остается последний вопрос стоит ли весь этот самосбор от своих денег и времени на момент съемки ролика такой комплект обойдется в 57 тысяч рублей вместе с ssd на один терабайт на озоне готовые китайские миники на восьмиядерных ряженках с радион 780 м и тридцатью двумя гигами озу стоят минимум 65 тысяч рублей с учетом налога и у них есть два плюса они ощутимо компактнее и немного быстрее в процессорных тестах с другой стороны встроенная графика 8600 g после разгона оказывается куда шустрее и для миника это важнее баллов cpu теста которые так бьют через край к тому же у сама сбора есть апгрейд и никто не мешает в будущем вам воткнуть вот в эту же плату условный райзен 5 10 600 g с новой графикой на rdna 4 и повысить производительность в играх еще в полтора раза заодно у десктопной материнки есть второй слот под m2 и куда больше и избишников ну а поколдовав с райзерами при очень большом желании можно подключить хоть внешнюю rtx 40 90 процессор здесь точно сдюжат так что на мой взгляд китайские миники стоит брать только в том случае если вам важна компактность если хотите получить более шуструю машинку и при этом сэкономить десятку лучше вот так вот заморочиться и заняться самосбором стоит ли ждать миников на новых райзен а и 300 с радион 890 м я бы сказал нет ключевая проблема современных строек медленная ddr5 на узкой шине поэтому увеличение вычислительных блоков в лоб мало что дает по первым тестом мобильная 780 м отстает от 890 м на 20 процентов то есть последняя как раз выступает на уровне нашей разогнанной 760 м конечно будет быстрее процессор но и стоимость таких миников гарантированно окажется ощутимо выше и далеко не всем нужна настолько высокая производительность cpu так что вот такой компакт точно не потеряет своей актуальности этот уже полностью настроенный мини-пк мы разыграем среди подписчиков нашего телеграм-канала вторым местом будет вот этот ssd на 2 терабайта от t force с писи экспресс 4 радиатором сейчас он стоит двадцатку но для третьего победителя я отыскал вот такой брендовые костюм мк один из последних ссылочка на конкурсный пост будет в описании не забудьте нажать кнопочку участвую и через две недели бот выберет подписчиков и мы отправим им подарки на связи был мк меня зовут михаил крошин жду вас в комментах пока и